Прошедшее засушливое лето Вступая в пастбищный период, у нас руководители, специалисты были настроены получить максимально большое количество молока. Настрой у нас был рабочий, все для этого складывалось, но погода, конечно, внесла свои коррективы. Поэтому в мае, например, у нас надой молока по валовому производству мы увеличили на 40 тонн или на 2% от каждой коровы на 11 килограмм молока. В июне на 113 тонн увеличилось производство или на 4% и 21 килограмм на каждую корову. Но начиная с июля, когда уже пожухли травы, когда уже не было, можно сказать, сочного корма, уже здесь начались проблемы. Здесь уже за июль мы уже 1% в валовом производстве молока потеряли, на 12 тонн уже снизилось производство. И на каждую корову всего 3 килограмма, только плюсом. Начиная с августа, в августе у нас резкое падение молока произошло. Буквально от недели к неделе у нас молоко падало на 6-8 тонн. И за август мы снизили производство на 11% к уровню прошлого года или на 219 тонн. И на каждую корову 24 килограмма. А в сентябре продолжалось также падение на 18% и на 267 тонн недополучили молока и 30 килограмм на каждую корову. Здесь были приняты меры такие, что в августе уже ряд хозяев стали подкармливать коров, кроме концентрированных кормов, стали подкармливать сеном, соломой. С сентября уже открыли силосные траншеи, уже как бы на зимний рацион перешли. То есть официально у нас зимний стойловый период начинается только с 1 октября. Но у нас уже в сентябре коров стали кормить уже зимними кормами. Тина Владимировна, Вы только что сказали, что сейчас уже перешли на зимний рацион в хозяйствах. А это скажется как-то в дальнейшем? То есть кормов хватит? Да, у нас, конечно, и кормов в этот год в связи с таким засушливым летом, и кормов, конечно, в этот год заготовлено недостаточное количество. Вот подведя итоги сейчас, принимая от хозяйств акт зимовки скота, у нас складываются следующие цифры. Грубых у нас заготовлено на 113% к потребности, то есть на 13% больше. Сочных кормов всего 57% к потребности. В 10 хозяйствах у нас совершенно нет сочных кормов. И концентрированных кормов или зернов урожая на 61% всего. То есть, конечно, рацион будет в этот год очень скудный. И чтобы восполнить как-то рацион, покупка кормов планируется только концентратов. Поэтому хочется по случаю поблагодарить администрацию нашего округа, Елеонору Михайловну, что в этот год, конечно, оказана очень большая помощь нашим хозяйствам, и особенно вот сейчас в покупке кормов. То есть, как я поняла, сейчас администрация округа оказала конкретную помощь, чтобы приобрести дополнительные корма, да? Да, будут выделены некоторые суммы. И мы разбили денежные суммы по хозяйствам и именно на приобретение комбикорма. То есть, чтобы пополнить рацион более не зернов урожом, а более как бы качественным кормом, комбикормом, где есть там минеральные добавки, шрут. Валентина Владимировна, у нас сейчас для всех хозяйств это закупается, или какие-то у нас все-таки есть хозяйства, которые могут своими силами выжить? Ну, если сильное хозяйство, конечно, у него больше возможностей, но ему необходимо на увеличение продуктивности работать. А слабые хозяйства, конечно, им как бы в этот год только прожить, только поддержать поголовье. Учитывая то, что в этот год недостаточно заготовлено кормов, ходят такие слухи, что будет массовый забой скота в колхозах. Но хочу сказать, что у нас в хозяйствах ни одного руководителя такой мысли, такого намерения нет. То есть поголовье коров будет держаться на прежнем уровне. Конечно, каждый год в четвертом квартале происходит реализация скота. Ну, это как бы естественно. Каждый крестьянин, каждый хозяин, продержав теленка или скотину какую-то, лето на дешевых кормах на траве, он старается осенью ее сдать на мясо. И поэтому сейчас в колхозах будут освобождаться от лишнего шлейфа молодняка, от бычков, от телочек, тех, которые лишние в хозяйстве. Конечно, оставив себе на ремонт нужное количество, нужное поголовье. И, конечно, будет выбраковка среди продуктивного дойного стада. Будут смотреть по продуктивности, по болезням, по яловости. И будет выбраковка жесткая, чтобы оставить только тот скот на зимний рацион, который действительно даст нормальный привес и нормальную продуктивность. Это естественный процесс, и он происходит каждый год, да? Да, да. То есть резкого снижения у нас не будет. Валентина Владимировна, мы беседуем с Вами накануне Дня работников сельского хозяйства. И вот что бы Вы хотели пожелать своим коллегам? Да, конечно, у нас в животноводстве очень сложная работа такая. И, конечно, хочется пожелать всем животноводам, всем селянам здоровья, здоровья близким, благополучия, счастья, конечно, успехов. И, наверное, чтобы работа радовала, и чтобы молодежь побольше шла в наше трудное сельское хозяйство. Продолжение следует...